ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО Готовьте лимонад, друзья. Давайте взглянем на эту игру. Напоминаю, что вы можете помочь каналу, просто поставив лайк под видео. А чтобы не пропустить новое видео, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Настроек в игре практически нет, геймпад вроде как поддерживается, поэтому давайте попробуем играть именно на геймпаде. В настройках можно в принципе только включить или выключить вообще музыку. И изменить разрешение экрана. И все. Удерживайте пробел огонь длительное время, чтобы появился разряд для взаимодействия с окружением. Шифт ускорения. Подождите, а на геймпаде это что? А, так, стоп. Бэн на геймпаде открывает... Меню? Вот это что ли? Так. Ага, X вроде как ускорение. Так. Кажись, понял, какие кнопки что делают. Так, стоп. Ай! Что нам нужно сделать-то? Подъехать вот туда? А я не могу одновременно ехать и вот это вот делать. Может, здесь? Ну? Может, здесь нужно это сделать? Может, нужно перелететь там вот так вот на скорости? Оп. Нет, он все равно падает. Что-то я не понимаю. Так. Ну, допустим, вот этот мы сделали. И что дальше? Зачем? Может, это нужно где-то здесь сделать? Перелететь он не может. Да, твою ж дивизию к краешку хотел подъехать. Вот мы на самом-на-самом краешке стоим. Что сделать-то? Я не понимаю от слова совсем. Вот совсем не понимаю, что нужно сделать. Мышкой, может, что-то нет? Теперь ее убрать куда-то. Так, ну вот я держу разряд. Что дальше? Эй. Я определенно не понимаю, что нам нужно сделать, ребята. Если мы двинемся дальше, мы просто упадем опять-таки и все. Подъезжая к краю, он автоматически замедляется и сразу падает. То есть инерции никакой нет, чтобы на скорости перелететь дальше. Прямо четко здесь встать нужно. А, во-о-о-о! Фу-ты! Прямо четко. Я уже пробовал здесь это сделать. Нужно прямо вот четко-четко здесь встать. Но не мешало бы здесь какую-то подсказку сделать. Это непонятно абсолютно. Этот момент мне абсолютно непонятен был. Игра началась с того, что сразу же вот такой вот затуп. Это не очень хорошо. Ладно, теперь мы, по крайней мере, понимаем, что вот эти штуковины круглые. С ними нужно что-то делать. Хорошо, ладно, пока что двигаемся дальше. Смотрим, что будет дальше. О, матрешка, стоп! Здесь что-то нужно сделать. Камеру я не могу повернуть. Нет, определенно ехать не нужно. Что, с самого начала? Может здесь еще нужно что-то? Нет, это я отключил. Ну? Так, теперь оно включиться не хочет. Да что ж такое? Нужно как-то четко прям подъехать туда. Но не получается. Я еле-еле вот чуть-чуть вот нажимаю, и оно прям проезжает. Во. Так, ладно, давайте еще искать любое место, которое выглядит подозрительно. Вот здесь, допустим, вот что это? Нужно что-то сделать? Что это мы сделали? А это мы в другое место путь открыли? Ладно, а вот здесь уже что-то красненькое. Ну-ка. Ну-ка. Работай. О. Да твою ж дивизию! А, подождите, теперь мы по идее сможем там проехать, да? Стоп, так мне теперь нужно как-то туда попасть. Подождите. Как я это сделал? Вот здесь что ли? То есть вот эти штуковины вообще никак не светятся, никаких индикаторов зеленых, красных нету. Просто перед ними нужно сделать разряд вот этот. Ага. Окей. Да, очень-очень не хватает обучения в этой игре. Обучение и более как бы... Чтобы эти штуковины были чувствительны, чтобы не нужно было подъезжать прям четко в определенное место. Как с теми воротами, с которыми я мучился. Так. Камеру не могу повернуть, не вижу, что впереди. Могу я там проехать? Ага, могу здесь. Стоп, тут ничего не надо? Вперед в будущее, вперед к звездам. Карта абонентов. Что тут? Стоп. Да остановись ты. Ладно, вот так вот затормозим. Ольга Малако, тетя Галя, пропускное бюро, Зинаида Игоревна, тетя Надя, Олег Платформа, Кованная Ольга Игорь, Галина Ивановна, радиолосевная база. Радиопассивная база, что ли? Что-то узнает, сечетый городок. Непонятно. Заполняйте номера только необходимых вам абонентов. Полный справочник из 80 919 номеров находится в ПО каждого района. Заявки о предоставлении номеров, а также объявления. Направляйте абонент. И дальше что-то смазано непонятно. Сережа, а отправь это Галине Ивановне. Какой-то там сет, сетчатый городок, Южный округ. Мы можем что-то сделать. Не ламповые телефоны. Питание отправить. Что? Кывыкл. Так, стоп. Нам нужно, видимо, здесь выставить. Галина Ивановна, где она? 20, да? То есть 0020, что ли? Давайте, стоп. Так, твою же дивизию. Да чтоб ты был здоров на геймпаде. Оно как-то странно двигается. 00. Да не то. Это вверх. 20. Так. Питание. Да чтоб ты был здоров. Так, а стрелочки на геймпаде не работают. Вкыл. Как тебя вкыл. Да твою же дивизию. Как оно? Да чтоб ты был здоров. 0. 0. Отправить. Как тебя нажать, чтобы отправить? Да твою же дивизию. Как это сложно. Ой. Так. Теперь опять из единичка поставилась на геймпаде. Это просто адовый ад. Но в такую игру на клавиатуре я играть бы просто не стал. И все. Ездить вот так вот в 2D на клавиатуре. Ну я имею ввиду не в 2D, я имею ввиду с видом сбоку. Ну то есть, когда нам не нужно прям полноценно вертеть камеры. А просто с фиксированной камерой ездить туда-сюда. Влево-вправо. Только на геймпаде. Вот как теперь нажать, чтобы отправить? А. Нет. Я не понял. Ну написано. Галина Ивановна 20. Сетчатый городок. Южный округ. Так. Как мне отсюда выйти теперь? Может как-то здесь по-другому нужно? Подождите. Смотрим. Поселок Южный. Сетчатый городок. Это у нас... А. Я понял. Смотрите. 4 цифры. То есть, нужно первая цифра район. Второе округ. Потом абонент. Нам нужно сетчатый городок. То есть, 5. Потом округ. А какой там был округ? Южный округ. 5, потом 5, потом 20. 5, 5, 20, да? Все, я понял. Хорошо. Теперь опять заново. Так. Нет. Вкыл. 5. 5. Да, чтобы ты был здоров. 20. Получилось. Так. Мы это в себя взяли, да? Теперь мы должны это отвезти. Окей. Галина Ивановна, мы едем. Жди нас. Так. Зеленым светится. Значит, я могу туда проехать, по идее. Да? Игра не захотела грузиться дальше, пока я не стик не сдвинул вправо. Было 13%. Я уж думал, зависла, что ли. Так. Это мы где находимся? Что-то ездит. Стоп. Здесь определенно нужно вот так сделать. Нет? А я не могу правее? Правее я не могу подъехать. Не понял. Может здесь... А, вот здесь может быть, подождите. Тихо ты. Чтобы та опустилась. Так. Едем мы куда-то в другое место. Стоп. А здесь вверх или вниз? Давайте посмотрим здесь вначале, что тут у нас. Список абонентов. Но его даже и прочитать не получается. А если вверх? Ага, здесь мы... Здесь мы упадем. Нам сюда не нужно. Наверное. Что-то я сделал. Я понятия не имею, что я сейчас делаю, ребята. Просто вот эта вот штуковина... Вот это вот. Вот молнии вот эти. Вот разряд вот этот. Это единственное, что мы вообще можем сделать. Поэтому я просто везде его проверяю. Ну, по идее, что-то включили, да? Может, та штуковина до этого не работала, а теперь будет работать? Черт его знает. Так, ну, здесь, видимо, нужно будет ввести тоже что-то. Но я кроме 1974, кроме этого номера, не вижу вообще там ничего. Прочитать не могу. Только 1974. Стоп, а ну-ка, отправить отчет. Нет данных с датчиков. Отчет отправлен. Пит... Что? Что? Питание. Отправить отчет. Сортировочная вышка. Красные дома. Справочная. Косметика Илеада. Детская колония. Юность. Детская колония. Жесть. Радиационная служба отсчетов. Номера, в общем, я не понял, что нам нужно. Прачечная. Диспетчер, диспетчер. Список абонентов системы АРС ОКРУГ-9. В случае возникновения неполадок телефонной связи, обратиться по номеру 0041, сообщив районный округ. Может быть, 0041 использовать? Или что? Я не очень понимаю, что нам нужно делать. Нет данных с датчиков тут каких-то. Дальше мы никуда не проедем. Я не могу ничего сделать. Так, а может быть, еще можно вы... Да, твою... О! Случайно получилось сюда перепрыгнуть. Так. Датчик воздух. Авария не подключен. Датчик воздух подключен. Датчик мигунова подключен. Радиационная пластина подключена. Отсчет не готов. Что сделать, чтобы он был готов? Измерить уровень. Да, там даже что-то... Нет, ну... Как это сложно. Навигация здесь ужасно сложная. Может, можно мышкой все-таки, а? Нельзя, к сожалению. Ужасно сложное управление. Так, измерить уровень. Так. Стоп. Измерить уровень. Замер произведен. Так. Так, тихо ты, нет. Вернись туда. Вернись туда, сказал. Ай. Я не знаю. У меня наугад получается, ребята. Потому что оно скачет туда-сюда. Я просто дергаю стик сейчас. И надеюсь, что... Все как надо произойдет. Так. Радиационный отчет. Подождите, может, сразу посмотрим, куда его отправлять нужно. Радиационная служба отчетов. 7-9-3-4. 7-9-3-4. Ну, надеюсь, я правильно понял, что радиационный отчет нужно в радиационную службу отчетов отправлять. 7-9-3-4. Ну-ка. Я могу теперь сюда? Да. 7-9-3-4. Так. Был. Так, чтоб ты был здоров. Так, чтоб ты был здоров. 7-9-3-4, по-моему, там было. Я уже забыл. 4-9-3-4. Ай, 7-8 тут. 4-9-3-4. Кажется, правильно. Это что нам показывают? Куда-то там назад нужно ехать. А, вон там, подождите, там же ж... Так, тихо, как нам тут? Вот так. Вот здесь ворота были закрыты. Теперь мы можем проехать. Ой, что-то там сверху. Желтая, синяя, красная. Какая-то камера резко поменялась. Я не сразу даже понял, в какую сторону мы едем. Домики какие-то. Что за жесть? Ой, да твою ж дивизию. Я даже не видел, что там пустота. Потому что даже этого не видно. Там вообще не видно, что там пустота. Вот только когда... Вот сейчас можно это заметить. Окей. Но мы единственное, что можем сделать, это вот... Вот это получается. Так, это наверх, а если сюда... И стой, тихо. Тихо, тихо, тихо. Только не упади. Вот это нам не нужно сделать. Понятия не имею. Зачем, ребята? Может, это было какое-то силовое поле, которое мы не можем преодолеть? Не знаю, но... Похоже, что мы отключили его. Наверное. Ладно, пока что едем сюда. Так, вот здесь можно опустить ту штуковину. А нам больше нечего делать. Только сюда. Так, здесь мы можем... А, туда, чтобы вон ту отключить. Синее, да? Есть. Так, теперь... Здесь можно подняться вверх. И здесь можно подняться вверх. Давай, сработаешь, да? Давай, хорошо. Стоп. Ага, здесь мы не проедем, по идее. А, наверное, сюда нужно все-таки. Ну... Странно. Я думал, вот эта штуковина как раз-таки реагирует. Она светится вроде... Ну, нет. Непонятно. Опять-таки, ничего не понятно. Ну, да ладно, мы проехали дальше. Так, подождите, нам куда? Веркли? Нет, сюда нам незачем. Ну? Или все-таки вот эта штуковина? Черт его знает. Так, подождите, а я ж не проеду, давайте проверим. Да, происходит вот непонятно, что такое. Но проехать мы не можем. Так. Тогда... Красная где находится? Ой, аж в самом низу там. Ну, давай ты подумишься. Так, как бы нам... Вот так вот можно проехать. Ой, это что, место, где мы падали, да? Так, ну, кажется, все. Кажется, теперь мы... Тихо, ну нет, ну твою ж дивизию! Ты... Аааа, жесть. Управление это штукованное, у нее инерция еще такая, что ее попробуй останови там, где надо. Вот только вот нажимаешь на разряд, тогда он тормозит. А так вот он... У него инерции, он не затормозишь. Ладно, ладно Ничего, мы все равно сейчас туда заберемся Наверх, я упертый Так, мне сюда нужно? Куда мне там? Что-то, куда ты? Ты куда там заехал? Я смотрел, куда мне нужно Попасть наверху, он уже успел упасть там Где-то Надо, чтобы ты был здоров Меня это уже бесить начинает Уже боюсь куда-то ехать, чтобы он только не упал А у нас еще есть кнопка ускорения Какое там ускорение? Я вот так умудряюсь упасть Так, где-то А, я понял, вот здесь вот он упал, видимо Так, стоп, подождите, а мне туда как попасть? Ну вот здесь, наверное Тут нужно по сантиметру вперед Продвигаться, ни в коем случае не ускоряясь Потому что Запросто можно упасть Так, мне наверх нужно ведь Так, там рельсы есть? Да, тут мы можем ехать в пух Хорошо О, вот здесь видно хорошо, можно ускориться Тихо, стоп Это что? А, это еще одна штуковина Вот она, опускающаяся Ну блин, из-за того, что камеру повернуть нельзя Ее толком разобрать-то сложно Понять что-то такое А она мне нужна сейчас или нет? А, ну да Врата нужно опять открывать Ремонт ключей, фонарей Мне в мак-почты Ну? Нужно прям вот по миллиметрам как-то подъехать Чтобы оно сработало Так, кто-то что-то делает? Нет? Может ровнее как-то стать? Малинка Что я делать должен здесь? Ну и? Ничего нигде не... О! Активировалось Вот здесь Что я должен сделать? Так, ну допустим Я могу вертеть Стоп Тут лампочка горит, да? Что это нам дает? Вот это может теперь сработает Нет Может там открылся проход? Нет, красным горит, смотрите Но тут лампочка горит И что это значит? Так, здесь не горит Мы проверим Это положение Нет, тоже красное Это по-прежнему не работает Чтобы это не было такое Ну и осталось только Вот это вот И все Опа Ну это странно Вообще логично было бы Чтобы лампочка как бы горела Когда она включается Как обозначение правильности Что что-то включено Так что Что это такое? Что это мы сделали? Что опять какой-то код вводить? Но только не это Телекрама Докладной лист Смотритель Ну хорошо Допустим А как я должен узнать номер? Здесь ведь нет никакой таблицы Куда это отправлять? Докладной лист номер Ну разве что по номеру Докладного листа Самого А эта штуковина Шестеренка все еще А, ну это ж вот это вот Опускало оно Ну давайте попробуем Что ли 8192 Поставить Поселок Южный Островского 9-го 29-го июня 1 ФБ Плеб С супругой И обсуждали Возможность Самовольного Построения Радиоприемника Белинского 12-го 30-го июня 1 Тихомиров АЭС Попросил Личным письмом Инженера Механики Горина АВ Колбы Пневмокапсул И дождевых Червей Докладной лист 8192 Ну Поп Включись Так 8 1 Так Можно Да 9 2 8192 А как я должен Узнать Куда это Отправлять Здесь Подсказки То нету Накладной лист 8192 Поселок Юшный Подождите Питание Так Вернись Та 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 8192 Ой Что Что Сделать Та Надо Может Лампочку Нужно Чтобы Теперь Загорелось Питания Ему Не Хватает Оно Красным Ну Попробуем Вот Так Да Нет Все равно Питание Красное Я Уж Было Подумал Что Может Быть Лампочка Нужно Чтобы Загорелось Чтобы Питание Зеленым Было И Тогда Оно Отправится 8192 Может Опять Какое-то Случайное Положение Нужно Повернуть Эту Штуковину Ну Давайте Попробуем Еще Два Положения Допустим Верхнее Нет И Нижнее Все Больше Вариантов У меня Нет Это Последний Вариант Нет Тоже Красным Горит И Проехать Мы Здесь Тоже Все Еще Не Можем Ну В таком Случае Ребята Давайте Мы Здесь Как раз Таки Прервемся С вами И Подведем Итоги Поводу Этой Игры Задумка Очень Даже Любопытная Поиграть Вот такой Вот Капсулой Пневмопочты Преодолевая Препятствия На своем Пути Это Вообще То Да Но Игра Сломана Многими Разными Факторами Это И управление Во первых Подобная Игра С видом Сбоку Преимущественно Это игра Идеальна Для геймпада На клавиатуре Я даже Не подумал Бы в нее Играть Пробовать Вообще Но Это Ужасно Неудобно Реализовано Вот Постоянная Инерционность Затормозить Здесь Крайне Сложно Только Вот Таким Вот Образом Делая Разряд Потому Что Не знаю Кстати Почему Но При этом Наша Капсула Тормозит Вот В этих Штуковинах Приключатели Все Ужасно Неудобно Реализованы Все Здесь Управление Ужасно Неудобно Реализовано Много Чего Непонятно Нет Никакого Обучения Абсолютно То есть Нужно Догадываться До всего Самому Как здесь Что делать Да Затормозит Вот Я остановиться Никак не могу Она катится Либо туда Либо туда Очень Все Неудобно Очень Все Непонятно Лампочка Если светится Значит Ведь Есть Напряжение Да Вот Лампочка Светится Напряжение Есть Но При этом Все равно Питания Нет Как бы Лампочка Светится А питания Нет И Непонятно Что сделать Чтобы оно Появилось Может быть Номер Неправильный 8192 Но я Понятия Не имею Где найти Другой номер Опять Таки Очень Как-то Непонятно Реализовано Все плохо Но Классная Задумка Возможно Разработчик Все-таки Еще немножко Поработает Над игрой И Внесет в нее Изменения Потому что Было бы Действительно Классно И интересно И хотелось бы Разнообразие Потому что Пока что Все что мы можем Это Вот так вот Сделать Разряд Это все что мы можем Ну и вот Вводить здесь Коды И Еще Вот эти мостики Делать Вот Вот это Все что мы можем Как бы Хотелось бы Разнообразия Все-таки Побольше Чтоб Постоянно Что-то Было Новое А не Так Что Приехали В определенное Место Вели Код Пару Мостиков Опустили Поехали Дальше Хочется Больше Чего-то Поинтереснее Чтоб Было Все Понятно Реализовано Пока Что Пока Что Мне Эта Игра В таком Состоянии Не Нравится Спасибо Вам А как Обычно С вами Был Зоди Удачи Друзья Встретимся В новых Замечательных Прохождениях Пока Пока Субтитры